По различным данным, на сегодняшний день в Республике Молдова действует больше 10 тысяч НПО. Они могут работать с любыми общественно значимыми сферами и иметь самое различное происхождение и финансирование. Их голос слышен практически по любому значимому событию. И здесь, в Молдове, о них многие говорят так – это гражданское общество. Однако в последнее время слышен голос и тех, кто считает, что НПО – это мина замедленного действия. Минюст полагает, что они должны публиковать отчеты, подтверждающие происхождение их средств и доходов. Некоторые идут еще дальше и обвиняют их в закрытости, в коррупции, в том, что они поддерживают определенные политические партии. Конечно, именно тех, кого назовут их спонсоры. Так что же это за сила, именуемая НПО? Чего от нее больше – пользы или вреда? Кто извлекает дивиденды от ее деятельности? А главное – нам-то, простым гражданам, как к ней необходимо относиться? Разбираемся принципиально, потому что вы смотрите программу «Дело принципа». Здравствуйте! С удовольствием представляю моих гостей. Сегодня это депутат парламента от партии социалистов Республики Молдова Богдан Цирдя, человек, который занимался этой темой. Добрый вечер, Богдан. Здравствуйте! Читал ваши статьи. Я думаю, вам сегодня будет о чем сказать. Надеюсь. Да, и политолог Корнелио Чуря, человек, который точно в трех был в неправительственных организациях. Да, но я был в разных проектах. Да, знают изнутри всю эту кухню. От вас тоже рассчитываю получить какие-то детали, подробности для того, чтобы мы поговорили и ответили на те вопросы, которые я поставила в самом начале программы. Давайте начнем для наших зрителей с самого простого. Поясните, пожалуйста, как вы вообще относитесь к такому явлению, как НПО? Вот для чего они нужны? В принципе, это хорошо, это плохо. Что вы можете по этому поводу сказать? Господин Чуря. Я к этому подхожу уже научно, потому что я вышел на некоторое время, надеюсь, из гражданского общества. Возможно, я вернусь к ним. Конечно же, эти организации, они не появляются, естественно, в отличие от Запада. Это в некоторой степени навязанный феномен, который был нам предложен в начале 90-х годов. И очень много неправительственных организаций, особенно те, о которых мы говорим, являются созданием двух видений, двух людей, о которых мы много говорим. Это Джордж Сорос и Карл Поппер. Один говорил о открытом обществе Карл Поппер, другой финансировал вот это создание открытого общества. Конечно же, у гражданского общества и в Молдове, и в других местах есть политическая ориентация, политическая идеология. Обычно это правоориентированные организации. Они защищают те ценности, которые более близки к правым партиям, правым политическим силам, к людям, гражданам, которые настроены на правый лад. И отсюда возникают все эти дискуссии. И, конечно, это одна сторона медали. В начале, я думаю, это гражданское общество было очень полезным. Ее цель состояла в том, в 90-х годах, чтобы в какой-то степени контролировать то государство, которое скомпомертировало себя в 80-х. И в то же время... Как антисоветские, по-моему, они в начале. Да, но, понимаете, государство нужно было добить. И вот гражданское общество, это было антигосударственным таким созданием. Это гражданское общество должно было добить то плохое государство, коммунистическое государство, которое не хотело, не желало умирать в 90-х. И вот после того, как она выполнила свою миссию в начале 2000-х, а у нас чуть позже, в других странах в начале 2000-х, а у нас чуть позже, когда вот это коммунистическое государство было добито, гражданское общество, которое, конечно же, ее можно назвать Soros-like. То есть она наподобие того, что видел Soros, у нее появились вопросы, а как же дальше существовать. И как мне кажется, у нее было два пути. Одно, идти с государством руку по обруку и как-то сотрудничать, помогать государству. И не быть антигосударством, а чем-то вместе с государством. И этот путь был намечен, особенно во время, после 2009-го года, когда гражданское общество было несколько солидарно с государством, но с государством, в котором руководили правые люди, исключительно правые люди. Я в первую очередь касаюсь Филата и Лянга. Но после этого произошел резкий крен, который, с моей точки зрения, ошибочен. И почему-то наше гражданское общество типа Soros вернулось к этой парадигме, надо с государством воевать. И мне кажется, это ошибочный путь, потому что то государство, тоталитарное государство, коммунистическое государство, оно исчезло. Да, у нас сейчас другое государство, несколько олигархическое, но в то же время приоритеты изменились, и гражданское общество не может все время воевать с государством. Оно должно и сотрудничать с ним. Уточняю только маленький вопрос, да или нет, потому что Богдану передаю слово. Вот сами эти неправительственные организации, вы хоть раз слышали, чтобы они признавали свою политическую ангажирование? Нет, они никогда и не будут признавать, несмотря на то, что оно очевидно. Спасибо, спасибо, я благодарю вас. Вы так улыбались во время ответа господина Чуря. Нет, почему, я почти совсем согласен был, почти, да, с определенными нюансами только, но в общем, господин Чуря действительно, как бы корень, да, появления гражданского общества в Республике Молдова и на постсоветском пространстве. Если в общем рассуждать, он рассказал правильно, теоретический фундамент заложен Поппером, ну были и другие, но я имею в виду именно как открытое общество, как концепт, в том числе по борьбе с тоталитарным государством, в том числе по борьбе с Советским Союзом, да, если так, более примитивно и более упрощенно. И второй, Сорос, действительно, являлся одним из основных спонсоров вот всех этих институтов, НПО и так далее. Фондов различных. Фондов различных и так далее, то есть он один из ключевых игроков. Однако, я хотел бы здесь пару нюансов выделить, я не очень уважен с моей точки зрения. Во-первых, действительно, когда мы говорим о гражданском обществе, здесь нужно все-таки отличать некоторые сегменты, да, вот есть церковь, она вроде тоже из гражданского общества, правильно? Есть профсоюзы, есть патронаты и есть так называемые НПО, неправительственные или общественные организации, да, или некоммерческие, как их еще называют. Вот это, как вам сказать, они вроде бы все из гражданского общества, да, но появление у них разное, функции у них разные, спонсоры зачастую у некоторых тоже разные, а значит и, как вам сказать, и их задачи тоже разные. Когда мы говорим вот про НПО, я допустим, про неправительственные организации, я двумя руками буду поддерживать вот те тысячи НПО, которых мы не видим, а чья роль действительно огромна. Это я имею в виду организации, которые борются, допустим, с, ну я не знаю, с дискриминацией там, или за защиту окружающей среды, за защиту животных, за защиту пенсионеров, за права женщин, за права инвалидов. Это один сегмент, они очень важны, понимаете, вот я знаю десятки организаций, которые занимаются с детьми больными и так далее. Они нужны, их воловой общественный продукт от этих КПД полезного действия довольно высок, с моей точки зрения, да, это раз. А два, есть другой типаж, о которых говорил вот господин Чуря, так называемые неправительственные организации, которые заточены на политическую повестку. На политическую повестку. Они заточены на реформирование политической системы, да, на мониторинг политической системы, на обновление политической системы, на навязывание повести, кстати, политическим элитам. Более того, они зачастую, имея внешнее происхождение, финансирование, часто они создавались извне, они финансировались извне, они поддерживались извне. Поэтому они очень часто проводили и чужую повестку. Я имею в виду чужую в том плане, что их программы, их задачи не всегда совпадали с ожиданиями или с реальными проблемами населения. Я не хочу давать здесь много примеров, но оно так и было. И сегодня проблема-то в чем состоит? Что после 2009 года в особенности, но феномен, с моей точки зрения, начинается уже с 2005, когда мы подписали план действий Молдова-ИС и план действий Молдова-НАТО в 2006 году, когда появились огромные фонды, направленные на развитие гражданского общества. И вот третий этап, это 2014 год, когда мы подписали договор об ассоциации, там опять третья инъекция финансовых огромных вливаний. И на все эти вливания появились огромные корпоративные группы, которые создали уже сеть эскуметров на нашей, финнов и так далее. Это уже социальная каста закрытая, это олигархия, я ее называю энджиокраси. Это научный термин, кстати, он приобретает контуры в мировой политологии. То есть, если проще, более публицистично, это барона гражданского общества, это олигархия гражданского общества, которые взяли под себя все гранты, монополизировали, все проекты монополизировали. Они создают крупные сети, то есть объединяются по 10, по 12 НПО, берут одну проблему, ну допустим, мониторинг выборов, да, создают коалицию за свободные выборы. Ну, к примеру, я говорю, или мониторинг прав, продвижение прав женщин. Объединяются опять 10 НПО, и все гранты, они никого не пускают на это, как вам сказать, на это поле финансовое. И они монополизируют и проводят свою повестку очень часто, как вам сказать, нетранспарентно, это раз. Два, очень часто, как вам сказать, не пуская всех остальных на это поле. Три, очень часто сращиваются с политическим классом, с политическим классом. И четвертое, продвигают нередко определенные теневые интересы и коррупционные схемы в том числе. Я благодарю вас, вы очень подробно оба ответили на первый вопрос. В дальнейшем призываю вас быть более краткими, да, для того, чтобы мы как можно больше вопросов смогли обсудить. И раз вы оба заговорили о том, что политика все-таки есть у большой части этих НПО, даже Корнел с этим согласился. Давайте так, вот политика есть. Какую повестку на сегодняшний день выполняют эти неправительственные организации, которые, как правило, у нас организации правого политического толка? Если можно коротко. Корнел. Здесь, я думаю, у нас с Богданом будут разные точки зрения. Я считаю, что эти неправительственные организации в какой-то степени вынуждены проводить повестку правых политических партий. Вот я думаю, левые думают, что это делается специально, в том плане, что идет какая-то, скажем так, коммуникация между правыми партиями и неправительственными организациями. Я считаю, что эти неправительственные организации, так как я был в этих неправительственных организациях и видел, как они работают, они чисто идеологически не воспринимают левые партии, не воспринимают партии олигархов. И они воленс-ноленс сотрудничают с правыми партиями и всегда их поддерживают. А парадокс только в том, что это выдается как мнение неправительственных организаций. То есть представляют правый спектр, но говорят от всего общества. Правильно. Кто не уточняет, да? То есть их не интересует чаяние левого электората совершенно. Они не претендуют на это, но у них фальсификация происходит, вы абсолютно правы. Они говорят, что выражают мнение всего общества. Они говорят так, что мы самая репрезентативная часть общества. Они говорят, что мы гражданское общество. В этом смысле происходит обман, который, конечно, создает нервозность у людей, которые знают, что это неправда. То есть это даже откровенная ложь. Но вот эта манипуляция, к сожалению, исходит от гражданского. С другой стороны, им нельзя запретить заниматься политикой. И этот разговор был, мы обсуждали эту тему. Конечно же, они вправе высказывать политические точки зрения. Но проблема в том, что они должны эти точки зрения высказывать, скорее всего, как индивидуумы, как граждане общества. Они очень часто, с моей точки зрения, это тоже ошибочно, они выступают как организации. А вот все-таки цель, основная цель, это у них записано в уставах, цель гражданского общества, скорее быть модератором в обществе. То есть пытаться создавать мосты между вот этими, особенно в молдавском обществе, где все поделено и где все, скажем так, существует лагеря. Вот эта роль моста, политического моста, роль коммуникации между левыми и правыми гражданского общества не выполняет. И, к сожалению, даже не пытается выполнять. Благодарю вас за ответ. Богдан, вы какую повестку видите? Знаете, для меня, если упрощенно рассматривать эти вещи, я вижу, что многие из этих неправительственных организаций, они находятся на финансировании соответственных западных фондов. Это огромнейшие деньги. Только фонд Сороса ежегодно, это не менее 6-7 миллионов долларов, тратит на гражданское общество. Тут были у нас данные все, национальный фонд демократии 2 миллиона, это совершенно вообще официально. Да, 2 миллиона, но это мелочь жизни, понимаете, потому что делегации Евросоюза тратят десятки миллионов долларов ежегодно на эти НПО. И, безусловно, понимаете, что здесь интересно. Я, допустим, считаю, что вот эти бароны гражданского общества, это НГО-кратия, НПО-кратия, она срослась с олигархией. Когда Корнел Чуря утверждает, что вот они были против олигархов, я не против олигархов. Ну, меня это как минимум смущает. Ну, теоретически. Да, ну, теоретически, да, на уровне дискурса, да. А я вас спрошу, а скажите, пожалуйста, вот правительство Альянса 1, да, за европейскую интеграцию, 2, 3 и так далее, а кто там входили? А кто был, допустим, послом в Соединенных Штатах, а кто был министром, разными министрами там и так далее? Давайте, я могу целую, назвать любого, вот, от Адепты по Идиз Вейтору, эксперт-групп, все советники, допустим, Лянка, это был эксперт-групп, начиная от господина Прохницкого и так далее. Это советники, премьер-министр, понимаете, советники Филата, то же самое, это ОПЕ, Ассоциация по внешней политике. Идиз Вейтору, господин Иоанници, хороший экономист, кстати, да, председатель целой экономической парламентской комиссии. Их десятки, их десятки, начиная от мэра столицы, понимаете, который был в комитете Хельсинки, кстати, да, заканчивая министром экологии Мунтиану Валерой, да, который тоже был в этом же, в неправительственном секторе. То есть, десятки, десятки неправительственных организаций и их лидеров, все как один почти, за редкими исключениями, стали членами, министрами, депутатами. То есть, НПО это кузница кадров для правых политических партий. Это раз, кузница кадров, два, два, они поддержали в 2009 году во время 7 апреля эти организации, многие из них 10 апреля и 2 мая, они выдали декларации, в которых вот все эти НПО поддержали, выступили против Компартии, понимаете, и поддержали тогдашнюю оппозицию. И после этого они все вступили во власть, начиная еще раз говорю, от кого угодно, от лидеров крупнейших НПО, заканчивая там с Унюня Скриторилор, союз писателей, Унюня композиторилор, Унюня артистилор пластич, Унюня журналистилор, союз журналистов, понимаете, там чуть ли не в всем составе, с господином. Эта организация уже практически не существует. Ну, сегодня нет, но существовали они долго, понимаете, и вошли вот в качестве депутатов и так далее. Некоторые НПО вступили почти всем составом. То есть, сильно политизированное получается. Это, во-первых, сильно политизировано было, два, это раз, два, они срослись с олигархией. Если они сегодня будут утверждать, что они не знали, что у власти, при власти находятся определенные олигархические группы, будь это Олег Воронин, будь это господин Плохотнюк, будь это господин Филат, господин Шор, кто там еще. Для меня не столь важно сейчас назвать эти имена. Но важно, что вы вступили, понимаете, в этот альянс с олигархами. Вы, некоторые из вас, я не хочу обвинять вот этих, которые я сейчас назвал, но некоторые из вас были советниками, когда крался миллиард советниками по экономике. Я еще могу простить Лянку, который дипломат, да, и который, как и я, допустим, не знает финансовых там нюансов. Возможно, понимаете, но когда вокруг тебя находятся экономисты, которые работали, имеют серьезнейшее образование. Некоторые работали в Всемирном банке. Тут ты не можешь быть просто премьер-министром. Можешь просто. А когда ты, допустим, будучи министром экономики, тоже выходишь из НПО, из неправительственного сектора, и ты проводишь такие решения непопулярные, и ты говоришь после этого, что ты вот, как вам сказать, привнес в политику объективность, честность, моральность, то мне становится смешно. Понял. Вот и все. Они срослись сегодня с, еще раз, чтобы закончить, они срослись с олигархией. Да. С одной частью олигархии. С одной частью олигархии, правильно. И когда эта часть олигархии потеряла власть, они, вот чего не сказал господин Чуря, они пошли на войну против другой части олигархии, которая осталась сегодня у власти, понимаете? И они это выдают за борьбу, за демократию, за какие-то ценности там и так далее. Хотя мы все понимаем, что это бывшие министры, я не знаю что, и они обслуживали послы, они обслуживали олигархов. И поэтому их критики сегодня для меня, по крайней мере, звучат смешно. Честно вам скажу. Хорошо. То есть не так получается безобидно, да, все это выражение, чайник. Ну вы знаете, я думаю, Богдан очень красочно описал это все. Я не могу с этим спорить, я могу по каждому утверждению привести примеры. Господин Чуря, вы скажите, как вот с законом, вот это вся деятельность? То есть мы с вами сейчас определили, что все-таки политикой они занимаются. То есть мы видим, естественно. Но вы скажите мне, пожалуйста, у нас же есть закон, который должен регламентировать деятельность этих неправительственных организаций. Вот давайте сейчас, я очень наивно, я понимаю, но я все-таки привыкла все в соответствии с законом соизмерять. В соответствии с законом, как это выглядит, их деятельность? Ну там, конечно, можно интерпретировать, закон запрещает, чтобы эти НПО встали на сторону политических партий. Но эти здесь тоже все не так однозначно. Они не признают, что они... Вы видели, как прошел митинг протеста перед парламентом? То есть митинг был организован гражданским обществом. Это была режиссура, специально сделанная для того, чтобы показать, что между гражданским обществом и партией нет никакой связи. То есть митинг был организован гражданским обществом. Только они говорили на этом митинге. И только там прорвался каким-то чудом Андрей Настаса, причем его не пускали. Вы думаете, что там? Ну, скажем так, но дело в том, что все люди были приглашены, потому что гражданское общество, оно не репрезентативно, оно не в состоянии... А кто там был, господин Чурин, хотите сказать? Она не в состоянии привлечь людей на митинги. И это партии, благодаря мобилизационным ресурсам партии, люди пришли. Не так много, но все же, только партии пригласили людей, и они пришли. То есть была определенная режиссура. А кто организовал, кто участвовал, какие не правительственные организации, какие лидеры? Ну, назовите. Было ИПП, Истуд публичных политиков. А кто конкретно? Аркадий Барбарошин? А его жена где находится? Ну, вот... Нет, я... А я скажу, не-не-не-не-не-не-не. Нет, это очень важно. Дело в том, что она член политбюро партии госпожи Майя Санду. Там много людей, которые бывшие НПОшники. Но вы знаете, эти переходы из гражданского общества в партии и обратно, они естественны. Их нельзя критиковать. Вот видите, как говорит господин Чурин, там много НПОшников, но не хочет говорить дальше. Вторую часть. А что за НПО эти? А давайте посмотрим. Сама Майя Санду в 2009-2010 была в Сенате фонда Сороса. Потом все остальные, господин Игорь Гроссу, по-моему, тоже был в Сенате фонда Сороса. Потом ее зам. Потом все остальные НПО, которые приходят... Там их много. Очень много, да. Они все находились на спонсорских... Центре юридических ресурсов. Все находились в сети фонда Сороса. Вопрос. Если бы в государстве кто-то заинтересовался деятельностью НПО, он мог бы сопоставить, что люди занимаются политикой? Вы сейчас называете эти все фамилии. То есть это очень просто сделать. То есть понять, что люди занимаются... То есть получается, что... Но обвинить их очень сложно. То есть можно обвинить, но осудить практически невозможно. А я не говорю осудить. Я хочу, чтобы выполнялся закон. Так закон предусматривает не сразу осуждение, наверное. Наверное, какие-то... Нет, он предполагает осуждение как единственный выход, как единственное разрешение ситуации. И в данном случае, конечно же, осудить НПО, это самое последнее дело. То есть это очень рискованно. Но сейчас, вы видели, правительство хочет привнести какие-то новые элементы. То есть повысить подотчетность этих неправительственных... Это другая очень важная проблема. И они при этом перестанут заниматься политикой. Как у насчеты они начали. Но они потеряют дискурс, потому что они вдруг поймут, что то, что они требуют от государства, они сами не выполняют. Они пока что сами этого не понимают. Им станет стыдно, и они перестанут брать деньги. Ну, я думаю, им стыдно не станет. Вы видите, что они делают? Они начинают критиковать очень жестко и начинают просить Европу их защитить. То есть стыдно им не станет, к сожалению. Это бессовестные люди во многом. Сказал олигархи гражданского общества. Но и осудить их тоже, к сожалению, нельзя. Знаете, мне, допустим, действительно смешно. Вот, господин Чур, я хочу эту мыслю, да? Эту мысль, вам говорится, до конца. Дело в том, что вот сидят эти господа, понимаете? Вот, АПИ, Ассоциация независимой прессы, там, АПИ. Которые очень тесно сотрудничали с партией. АПИ, Чижи и так далее. Которые просто срослись с ЛДПМ в свое время, понимаете? Как и другие НПО. И каждый день трубят. Вот, стоп фалс, там, к примеру, да? Или вот, коррупционер такой-то. Вот он не пока... Он скрывал то, что у него есть еще два велосипеда, к примеру. Да вот, политик скрывал, что у него там машина, еще что-то. Хорошо, вы требуете транспарентности, вы требуете подотчетности и так далее. А, ребята, я задаю простые вопросы. А не хотите ли сами показать пример транспарентности? Скажите, пожалуйста, какие у вас гранты, объемы, какие зарплаты? Практически невозможно до этого достучаться. Откуда у вас? Кто спонсор? Это третий. Четвертый. Какие проекты конкретно и за что? И какой, как называется, фидбэк, да? И какой результат этих проектов? Ну, покажите мне, я хочу увидеть. Понимаете? Более того, пятый момент. А декларацию о имуществе не хотите? Вот я как депутат. В каждом году я публикую, что у меня там дом, что у меня там машина, что у меня то-то-то. И они сидят с микроскопом, понимаете? Смотрят. Вот коррупционер, у него там две машины, да? Хорошо, ребята, а покажите, что у вас. Где вы живете? Где вы были? Что вы имеете? Это пятый момент. И шестой. Не хотите показать, ну, хотя бы прилича ради, конфликт интересов. Вот в вашем НПО. Вашем НПО. Вы говорите, что партии диктаторские структуры, да? Супер, согласен. А скажите, пожалуйста, хоть одно НПО назовите мне, где вот за 10 лет менялся директор. Вот я не хочу. ИПП? Да там лет 20 находится один и тот же. Хельсинский, по-моему. Эксперт-групп менялся, да, потому что он сейчас ушел. А Хельсинский сняли же за... Да, потому что там была коррупция. Там была коррупция. Вот вы попросили пример, я вам его предложила. То есть покажите мне, каких проектов, кто там входит? Ну, АПЕ. Что АПЕ? Ну, Попов ушел, пришел Кирилл. Попов ушел в телевидение, да, но там же тоже, как вам сказать, смешно получается как-то. Потому что зам был, был я и был мой зам, да, и вот мы друг с другом меняемся. Вот такие вещи происходят, и я спрашиваю, покажите, пожалуйста, вот конфликт интересов. То есть вот вы пять НПО объединились и митингуете здесь. Покажите мне, кто тут на наш, кто ФИН, кто это происходит. Они же политиков обвиняют в этом, а сами не хотят показывать. И когда Минюст попросил, подпотребовал от них, давайте вы будете отдавать финансовые отчеты не только в Минфин, а и в Минюст. Они сразу забыли. Не финансовые, а нарративные. Нарративные. Хорошо. Они забыли, они забыли, что нам поджимают свободу слова, нам поджимают деятельность. Ребята, вы постоянно воите, промо-лекс, особенно там другие, что вот партии финансируются нетранспарентно. Нетранспарентно. Не открыто. А вы как финансируетесь? Давайте от вас попросим. Я хочу, чтобы... Ответ состоит в том, что нам деньги дает не правительство, а западные доноры. У нас нет обязательства быть подотчетными обществу. Мы подотчетны западу. А деньги на что дается? А вдруг дается на террористическую деятельность? А вдруг на разведывательную деятельность? Как могут Евросоюз давать деньги на террористическую деятельность? Они говорят так, что на сегодняшний день повестка еще этих НПО антироссийская. Это правда. То есть получается, что вот тот весь багаж, о котором мы сейчас говорили, он тянется еще исходя из политических каких-то их предпочтений. И геополитических. Да, и геополитических. Но они есть. Тут мы ничего не открываем Америку. Но это вы не открываете Америку. А я сейчас вам зачитаю, как это все, когда начали говорить, что все эти деньги, эти 2 миллиона, что они потратили на антироссийскую пропаганду, они все оскорбились. Я не хочу подобляться членам НПО. Я хочу предоставить их точку зрения, хочу зачитать. И мы уже непременно с вами ее прокомментируем. Директор сообщества журналистов-расследователей, программистов и гражданских активистов «Райс Молдова» Сандуса заявил, что при финансовой поддержке им удалось в текущем году запустить департамент видеорасследования. То есть на это пошли деньги. Департамент видеорасследования. Супер. Да. Директор Центра независимой журналистики Надин Гогу отметила, что деньги, предоставленные им, ушли на подготовку журналистов в высшей школе журналистики. Они готовили журналистов. Я не понимаю, почему неправительственные организации должны готовить журналистов. Далее. Директор Национального центра поддержки и информирования НПО «Молдовый контакт» Сергей Никовчен уточнил, что финансированные мероприятия были направлены, внимание, только на гражданское воспитание в ходе избирательной кампании 2016 года. То есть они еще гражданские воспитывали во время избирательной кампании. Супер. Да? То есть мы уложили все это в голове. И вот, собственно говоря, их мнение. Хочу, чтобы вы это прокомментировали. Богдан, вам что понравилось больше всего? Я видел вот эту декларацию. Так, бегло прочитал, смеялся долго. Почему? Потому что, во-первых, выдается их позиция. Так, их позиция. Эту позицию перенимает одно телевидение, передает, которое находится на фондах European Endowment for Democracy. То есть Европейский фонд за демократию. Он берет, понимаете, это и продолжают. Потом это перенимает второе телевидение, которое тоже на фондах этого же Европейского фонда за демократию. Не хочу им делать рекламу, но вы знаете эти два телевидения, которые поддерживают эти две политические партии, скажем так, правые. Далее, что интересно. А дело-то в том, что, ребята, вы на выборах поддерживали одну политическую силу, одного политического кандидата, скажем так. Не левых взглядов. Это раз. Два. Вы делали декларации. Три. Вы печатали десятки статей, десятки материалов и так далее. И ваши сайты постоянно нападали на определенного кандидата. И вы сегодня утверждаете, что вот эти деньги, которые вы получали, вы не использовали их. Они утверждают, что они воспитывали гражданское общество. Более того, ну конечно, как они воспитывали гражданское общество? Против определенного кандидата. Вот что они имеют в виду под воспитанием гражданского общества. Я вам скажу более того, что меня вот смущает вот в этих декларациях, что они же толком не опровергли, как вам сказать, обвинения, что раз, они финансировались извне. Два. Они проводят определенную политическую, в том числе, понимаете, повестку. Три. Что они замешаны в каких-то акциях социальных, которые имеют в том числе и политический результат. И четыре. Все эти господа, все эти господа, фактически, и члены их НПУ участвовали во власти все эти шесть лет. Вот все эти неправительственные организации в той или иной форме участвовали во власти или близко к властным структурам. Я имею в виду телевидение, общественное и так далее. Вот и Академия наук там и так далее. То есть они брали властные функции. Да, я все-таки, опять, я участвовал во многих этих акциях. Я знаю, например, чем занимался «Контакт». И я бы не сказал, что во время избирательной кампании они поддерживали каких-то кандидатов. Все не так очевидно. Я это всегда говорю, господин Сырди, когда мы общаемся на эти темы. Я согласен с общей точки зрения, что гражданское наше общество типа Сороса, она не ведет себя правильно на политической сцене. И она нарушает правила игры. Но все же есть разные организации, которые ведут себя по-разному. И многое зависит от тех, которые выполняют. Может, руководитель организации быть очень прозападным и заставлять людей из неправительственных организаций ратовать за определенную точку зрения. Значит, должна быть высока функция контроля. Понимаете? Они отданы на округ сам себе. Наоборот, контроля там очень мало. В неправительственных организациях очень сложно проводить контроль. Ты выезжаешь в регион, и ты проводишь там вот этот семинар, который говорите. И ты хочешь пропагандировать за одного кандидата, пропагандируешь. Не хочешь, и говоришь, я приехал к вам с чистыми намерениями, давайте пообщаемся про демократию. Ну, в принципе, все сойдет. Ну, в принципе, все сойдет. Что бы они не пропагандировали, что бы не говорили. Так получается. Понимаете, Корнео, мне очень сложно объяснить телезрителям одну простую вещь. Вот он сидит и думает, господи, ну ведь понятно же, что эти люди занимаются политикой. Понятно, что им дают за это... Нет, секунду, секунду, секунду. Нет. Если хочешь заниматься политикой, иди в политическую партию. Да, секунду, можно я скажу. Политическая партия, где запрещено иностранное финансирование. Ну, запрещено, чтобы иностранцы финансировали политические партии. И я считаю, что это правильно. Но если ты хочешь заниматься тем, чем ты занимаешься в НПО, ты занимаешься политикой, ты получаешь, секунду, деньги от каких-то западных и, значит, из Соединенных Штатов Америки, каких-то спонсоров, да, то есть совершенно понятно, какую линию ты будешь проводить в этой стране. Вам не понятно? Вы не совсем правильно объясняете, что такое гражданское общество. Проекты во время избирательной кампании предполагали следующие моменты. Стимулирование участия женщин в политике. Формулировка повестки дня для кандидатов. По спискам правых партий. Ну, добавь. Ну, этого не было. По крайней мере, на бумаге. Я вам это могу доказать. Формулировка повестки дня для кандидатов, которые... Подготовка новых кандидатов, которые не участвовали ни разу в избирательной кампании, к избирательной кампании. То есть, вот, вы можете, иногда происходят эти сходы в сторону политизации, но, в принципе, доноры, по крайней мере, имели чистые намерения как-то воспитывать... Да, господин Чуря, представьте себе, что вы влиятельный американский бизнесмен, который хочет вложить определенные деньги в неправительную... А, вот, которую представляю я. И вы говорите, уважаемая госпожа Бельченкова, я готов выделить вам такую-то, такую-то, значит, сумму на вашу чудесную неправительственную организацию. И при этом, что вы мне скажете? Госпожа Бельченкова, вы свои взгляды, свое видение, это ваше дело. Мне даже не говорите, мне это не важно. Я же просто... Наверняка, наверняка, в какой-то момент, господин Чуря меня спросит, а вы знаете, у нас сейчас очень сложные российско-американские отношения, вот, мне бы хотелось, чтобы вы вот НАТО обелили. Ну, давайте, господин Чуря, вы какой-нибудь такой фильм, такой забацайте прекрасный, чтобы не было. А почему тогда озаботились российским влиянием и начали, значит, отместку делать? А, потому что появились проекты. Вот доноры приходят, вот есть такой проект, кто хочет его получить. И появляются неправительственные организации, которые начинают, вот мы хотим, мы хотим, мы хотим. И они получают на это деньги. И они... Российскими партиями. Но они боюют с российской пропагандой. А вы видели в последнее время, вот, каждый день неправительственные организации, ИДИЗВИТОРУ, АДЕПТ, АПЕ, каждый день делают декларацию против президента страны. Вы это видели, да? Ну, не каждый день. Ну, почти каждый день. Как НПО? Как НПО, конечно. Ну, пару раз было. Я вам могу принести, я, к сожалению, забрал сегодня эти бумаги. Достойте, Пару раз, не так часто, но они делают. Ну, как пару раз. Вот, допустим, он встречался, президент поехал, да, на встречу с Путиным. Сразу, 19 января, 35 НПО. Я вам могу их поименно. Те же Промолекс, АДЕПТ, АДЕПТ и так далее. Вот вся эта группа, ЧЖР и так далее. Все подписи стоят, да. Президент не имел права продвигать федерализацию. Президент не имел права говорить об Евразийском экономическом союзе. Президент не имел права там. А кто вы такие, чтобы говорить президенту, указывать ему, что он должен делать? Он, носитель народного суверенитета, за него проголосовало большинство населения. За них голосовало за его политическую программу. Это граждане, которые голосуют, которые надели его суверенитетом. Вы кто такие, чтобы от него что-то требовать? Тем более, что вы участвовали во власти, когда крался миллиард. Я могу поименно назвать этих людей. Понимаете? И вы еще начинаете что-то от кого-то требовать. Это раз. Два. Я вам хочу сказать, вот даже сегодня эти митинги, когда начались против смешанной системы. Знакомые все лица, понимаете? Знакомые все лица. И причем большинство из них участвовали раз в создании платформы «Да». Понимаете? Это раз. На митингах 2015 года они участвовали в создании… Это более удачный пример. Для вас более удачный. Для меня эти все примеры четко доказывают. Понимаете? Как обвинение прокурора. Они участвовали в создании платформы «Да». Это раз. Два. Они участвовали в продвижении «Майсанду». Это два. Три. Они участвовали сейчас в митингах против двух политических сил. Против президента страны. И это не просто митинги. Это каждый день пресс-конференции. Это новости. Это дебаты. Это совместная позиция и совместные декларации на деньги доноров. Понимаете? Бумага от доноров. Принтер от доноров. Все от доноров. Зарплата от доноров. Вот в этом году я почитал… И вода там тоже. В этом году я почитал эти ребята интересные. Вот Маковей, да? Он выходит на президента. На президента. Нападает, да? И заявляет. Вот такая-то газета. Говорит про аргументы и факты. Я там обозреватель. Просто поэтому решил похвастаться. Такая-то газета проводит русскую пропаганду. Сейчас смотрю. Я вообще в шоке. Эта газета, аргументы и факты, имеет филиал в 70 странах мира. Во всех странах Европейского Союза. В США, в Австралии и так далее. Нигде ее не называют газетой российской пропаганды. А вот у нас нашелся, понимаете, один индивидуум, который считает, что это российская пропаганда. А почему он так считает? А потому что он имеет грант по борьбе с российской пропагандой. То есть не потому, что это его мнение, а потому что за это мнение платят. И платят хорошо. И поэтому я показал, что в этом году он где-то 20 тысяч взял от фонда Сороса. И еще где-то 100 тысяч от недо. И всего получается мелочь. 200 тысяч это копейки. Вы считаете, что НПО нам просто вредят. Я считаю, что НПО нужны. Так, нет, но те, о которых мы сейчас говорили. Эти НПО, о которых мы сегодня говорили. Либо, ребята, вы не занимаетесь политикой. То есть митингами, протестами и так далее. Это раз. И тогда вы можете себя называть НПО. Два. Даже в этом случае. Всегда, когда вы требуете от меня транспарентности, когда вы требуете от меня открытости и так далее, и так далее, пожалуйста, плиз, покажите мне декларацию о доходах. Всякие НПО, которые занимаются даже политическим анализом, или входят в колледжи, при министерствах, в коллегии. Они обязаны, они обязаны представлять декларацию о доходах, декларацию о интересах, быть транспарентными. У нас этого нет. Они все при власти. У нас этого нет. При власти. Но доходов не показывают. А вы как оцените, чего больше, пользы или вреда? А вот в том нынешнем состоянии, в котором на сегодняшний день пребывают наши НПО, как они влияют на политику, как они себя ведут? Ну, я считаю, что в начале 90-х было больше пользы от этих неправительственных организаций. Сейчас вот как-то этот баланс меняется. Нельзя сказать, что они наносят только вред. Я участвовал в этих мероприятиях. Многие из них мне кажутся интересными. Но, конечно же, непонимание своей роли на сегодняшний день у гражданского общества и излишняя политизация, конечно же, компрометирует сами эти организации. И отсюда вот эти реакции, когда правительство, некоторые политические партии важны, за которыми стоят люди, которые голосуют эти партии, хотят немножко усмирить их, потому что, по-моему, потеряли контроль над своей программой, над своим уставом. Я согласен, что обязательно нужно увеличить транспарентность по отношению к неправительственным организациям. Вот по отношению к протестам я не совсем согласен с господином Цирли. С одной стороны, да, они не имеют права политизировать свои протесты. Но суть гражданского общества в том, что по определенным пунктам они могут протестовать, но они не имеют права протестовать вместе с политическими партиями. Они не имеют права заниматься одной из сторон. Например, против федерализации гражданское общество может протестовать, потому что это ее точка зрения. Точка зрения спонсоров. Ну ладно, это другое дело. И спонсоров тоже. И спонсоров тоже. Это спонсоров, правильно. То есть это продвижение чужого интереса. А вот если они выйдут поддержать какую-то политическую партию, сейчас они это делают, мы подразумеваем это, мы предполагаем это, но они делают это неявно. И отсюда вот эти дискуссии. Но если они будут открыты... Извините, а на президентских выборах кто вот ходил с микрофоном на все дебаты? Они делали это от своего личного имени. То есть он не являлся директором программ в это время. Он не являлся. Он претендовал на то, что... Он же говорил, я гражданин Молдов. Я здесь говорю... И господин Бацан тоже. Я как парашютист говорю. Бил по другому кандидату под аддону. Но он же, как вам сказать, он хваля Майю, он восхвалял ее, восхвалял не как директор, а депт, правильно? А он восхвалял как гражданин. Вот интересно. Они так и говорят. А как гражданин откажись, пожалуйста, от функции директора, а депт. Раз. От зарплат, а депт. Два. И три. От грантов. И тогда я скажу, да, ты гражданин, вот как и я, или как... Нужно признать... Моши ООН, который имеет 800 лей. 800 лей имеешь, вот это гражданин. А ты, который имеешь по 5-10 тысяч евро, или по 3 тысячи евро, ты уже не гражданин. Какие все-таки зарплаты у руководителя этих проектов? Так, просто вот. Так, чтобы наши зрители узнали. У руководителей проектов они повыше. Но понимаете, тут... Нет, ну в порядок цифр. Богдан, я не хочу назвать цифры. Я могу сказать про свои зарплаты. Не надо, про свои. Вы скажете, вот руководители, да. Да ладно. Поэтому разве не назовут свои? Но они хорошие. Хорошие это 3, 5, 7, 10. Нет, до 5, я думаю, он не доходит. 5 это заоблачно. Вы преувеличиваете все-таки возможности неправительственных организаций. Я думаю, потолок это 3. Ну вот смотрите, Райз Молдова получила 43 только от одного источника. 43 тысячи долларов. Новостной портал Ньюсмейкер 77 тысяч. Люда, 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 стойте. Один нюанс. Райз МД. Это ж не все в бузуна. Райз в 2016 году получила 1 миллион долларов. Это вы даете фонд? Нет. Фонд? Так я поэтому и говорю. Только по тем данным, которые... А я вам говорю, фонд европейской делегации и так далее. Это 1 миллион долларов. На 12 там, по-моему, журналистов. Чтобы не соврать сейчас. 12. Плюс-минус. Ну пусть они полмиллиона, это самое, на нужды, да, вот какие-то, но остальное, что-то же о себе любимое. Нет, тут проблема не величина зарплаты. С моей точки зрения, проблема в том... Нет, вы лукавили. Нет, не-не-не, величина. Вы лукавили, потому что когда человек получает хорошую зарплату... А если он ее открыто получает и платит с нее налоги без проблем? Проблема в том, что эти деньги абсолютно нетранспарентны. И вот в этом используются разные налоговые ухищрения для того, чтобы уйти. Нет, если человек получает такую зарплату, которую ему дают спонсоры, спонсоры вправе, всегда будут навязывать свою повестку дня. Какая проблема, если человек получает 5 тысяч долларов, и он платит 2,5 тысячи в пенсионный фонд. Мы на парламентской комиссии обсуждали проблему фондов, огромных фондов Всемирного центра, Всемирного фонда по борьбе со СПИДом. Там речь шла о нескольких десятках миллионов долларов. И что вы думаете? Все эти фонды получал, по-моему, пас. Какая-то вот структура крупная, которая борется со СПИДом. И тогда на заседание парламента пришла вице-министр, и, между прочим, сказала, вице-министр здравоохранения, и, между прочим, сказала, что при проверках обнаружилось, что 80% этих фондов шли на зарплату. Что я, в принципе, и хотел сказать. Это да, это наши еще и молдавцы. Я не хочу их обвинять, что у них не было результатов. Все-таки проблема такая сенсибельная и чувствительная. Я вам скажу, все НПО пытаются увеличить долю денег. Фонд на зарплату увеличить. Но отсюда идут доноры, и должен быть контроль государства, который должен мешать этому. Я об этом и говорю. Должен быть определенный контроль. Абсолютно верно. Поэтому мы сейчас говорим, вы говорите про политическую подоплеку, вы там примерами сыплете, очень такими убедительными. Я считаю, что должен быть принят закон, который все эти моменты, о которых мы с вами говорим, должны быть четко прописаны, и чтобы этот закон выполнялся. Для того, чтобы люди поняли, почему в нашей стране мы заменили какие-то организации, которые знали. Те же профсоюзы, я не знаю, что хотите сейчас назовите. Но это было близко людям и понятно, по крайней мере. То есть и о финансировании в зарубежном речь не шла. Вот появляется нечто другое. То есть нам покажут опять в очередной раз, как нам нужно жить. Не знаю, я бы очень ратовала, господин Цирдин, вы столько уделили внимания этой теме. Мне кажется, вы уже должны законопроект какой-нибудь нам предложить. Не хочу сейчас. Я обещаю вам, что мы его... Я вначале книгу закончил, да, слава богу, а потом... А я обещаю, что мы на программе непременно его обсудим. Правда. Спасибо, что пришли, поняла, что здесь поле непаханное. Если только затронуть эту тему, я думаю, столько подробностей узнаешь. Но, наверное, иногда лучше бы не знать. Много весга, да. Соглашусь. Соглашусь. Поэтому спасибо, что пришли. Да, и давайте как-то этой теме уделять на самом деле повышенное внимание. Мне кажется, она того стоит. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова